приветствую девочки мальчики в эфир Абрамов в телезефир смотрите что у меня есть горка холодного цеха и мы сегодня с вами из адвокадо или авокадо пинза тут у меня кусочек будем делать мексиканский соус гуакамоле или гуакамоле но вы поняли гуакамоле первым сейчас я вас переведу чтобы вам было видно и вы не кричали на меня ничего не видно вот так вот это делать мы пока обладаем берем хорошую мисочку и туда начинаем срушить очень мелко можете регулировать какой нравится я желала тут много его не класть что думаю я буду извращаться сама авокадо и вообще вот это блюдо национальное мексиканское так что у нас сегодня с вами в гостях мексиканцы вам мексиканцы поют романцы шучу чем меньше вы изрежете лук тем лучше конечно некоторых рецепт указано что надо обязательно брать блендер но я решил да я думаю как вот мексиканцы они что мне все блендеры то имеет я думаю порезали складываем если кто не любит горечь лука то пожалуйста опустите его в холодную или горячую воду и вас уйдет его горечь следующий компонент томат томате самое главное нам удалить часть внутреннюю для улучшения семенных образцов отдельно режется внутренность отдельно режется кожица но яблот кожицу даже и класть не стало если честно тоже делаем очень мелко очень быстро и задерживаем дыхание вот эту жёсткую часть желательно удалить еще на зубах потому что кулакамоли это паста пастообразное состояние некоторым стрельба от у меня так как всего один авокадо мне достаточно будет в общем-то половинки помидоры но я положу еще не хай будет вкус от этого хуже не станет я думаю я надеюсь в таком случае все порезали томат он с аскорбиновой кислотой я же вам сколько раз говорила чтобы запоминали поэтому он тоже след может следить антиоксидантным свойством обладают и придают такую несколько изысканности вкусу летнего ну в мексике то знаете сами там жара но не все там в томатах давайте в уголкамолях почти порубили и так девчонки мальчишки ножи должны быть острые уже который раз всем говорю не бойтесь порезаться если режется это говорит о том что вы боитесь ножа или не умело все делается это практика постоянная чем больше вы готовите тем проще так что или не так опускаем вот эту массу вот этот салат мелко порубленный чеснок можно через чеснокодавку я не то не знаю в мексике там есть чеснокодавки или нет не могу точно определить количество пищеварок и чеснок и помидоры все это на ваш вкус я вам показываю только основные ингредиенты опускаем в тарелочку получается вот такая бахучая масса но это еще не все следующий компонент кинза знаю что многие из вас не любят ее но куда делаться желательно взять листья делаем каракели листочки обрала пускание у нас будут стебелечки удаляем все отлично вот обычно ой я вот так уже ничего не добавлял уже вот эту смесь переслопала еще и трезвращения какие-то но надо попрыгнуть ведь не попробуешь не скажешь хорошо это или нет беру нож покрупнее сворачиваю кинзу кинзу я не знаю как правильно поправьте удаление и тоже я рублю 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 в рецепте написано пучок но это наверно когда опять рассчитано на большое большое количество основная масса для гуакамоли у нас с вами из этого алкада уже приготовлена но так как опять же повторю это Мексика а Мексика у нас находится в Америке берем перец чили маленький небольшой с ним аккуратнее мне нужно всего половинку вот эту вот самую острую я выкину я не буду слишком остро делать а то потом ночью побоюсь удаляем семенные коробочки оттуда они нам не понадобятся и также желательно порезать мелко 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 желательно опять же но не обязательно вот если у вас есть мужчина который любит толстые добавляйте большой перец в Армении называется такой перец цицак длинный зеленый и красный красивый однажды я отдыхала на побережье Черного моря и мы очень дружны были с семьей армян которых жили и однажды утром идет сын хозяйки и с удовольствием жрет перец на вид этот перец был очень похож на тот который выращивается у нас у нас они вообще растут худенькие такие страшненькие но есть конечно особые умельцы которые перец выращивают ты хочешь? я говорю да конечно не откажусь я думала сладкий засунул рот дали у меня что там я думала вообще погибну смерть правда это не все лимон и остался абокадо убирает в сторону вот эту вот которая ядреная подрезаем адвокадо вот так у меня уже помягчевший полежавший повидавший виды раскрываем и тут косточку косточку не ешьте в ней яд некоторые сажают кончики обрезаны кончики там тоже не нужны говорят и первая половина абокадо она в общем-то очищается легко руками если он зрелый у вас пот мы сделаем быстрее очистим его так для вегетарианцев адвокадо это вообще незаменимая вещь то что очистили первую половину откладываем вторую половину тоже очищаем штуки выдержать то вот маникюр кончился и все же это остановилось мне кажется даже можно овощечисткой какую-нибудь почистить не обязательно ножом все почистили кожица толстая она предохраняет адвокатов от порчи и даже если вы купите очень незрелый то можете положить его в холодильник он будет у вас лежать там наслаждаться жизнью и веселиться так теперь берем мяку толкушку тут уже спать колокезы нарезаем первое в раздуманном порядке вы знаете я люблю в раздуманном порядке кусочками отправляем в другую посуду сейчас я объясню почему по сути дела у вас должны быть две посуды теперь берем лимон половиночку будет достаточно вполне лучше брать лайм но я лайм почему-то не нашла а весны не дорого мне сказали и немного совсем чуть-чуть добавляем цедры вот с того лимона который у вас тут и образовался цедра нужна для того чтобы видать цитрусовый вкус потому что авокадо это цитрусовый такой дух имеет и теперь берем любую гаджеты видную штуку и выдавленную сок лимона именно в авокадо или лайму половинки будет на это количество достаточно это необходимо для того чтобы не потерялся цвет потому что когда приходит авокадный кислород вступает в химическую реакцию и теряет вот эту свою зеленистость превращается в коричневую массу не очень приятного вида это можете куда угодно хоть в чар, хоть в помойку чуть-чуть добавим соли соль потом срегулируем никаких масел ничего не надо и начинаем разминать чем дольше вы это делаете тем лучше я сейчас вас выкручу потом покажу что ж дорогие друзья получается вот такой массообразный вид и теперь нарезаем мелкими кусочками вторую часть авокадо для того чтобы нам чувствовать каждый кусочек держим нет я возьму более тонкий нож для более тонкого процесса можете все это в принципе запереризировать сразу но сказали что вот этичность добивается вот как раз этими кусочками чем мягче авокадо понятно адвокадо тем он зрелее и теперь соединяем пюре с кусочками второй половины адвокадо и с той массой которая у нас получилась до этого лучок как раз настоялся берем ложечку и все перемешиваем что ж мои дорогие друзья экспериментальный опыт по сделке авокадо в салат закончился но я хочу вам сказать что если это блендерить то есть пускать блендер то это будет все намного проще получается вот такая масса с кусочками авокадо с кусочками помидора пробуем ой боюсь вкусно? но остро очень свежий вкус но так остро если я буду это делать когда нибудь еще второй раз то положу совсем маленький кусочек этого чили перца кто это придумал я не знаю мне кажется на мой взгляд надо еще немножечко посолить и получится ничего но это хорошо знаете с чипсами начос с пивом с текилой а так вот это конечно не пойдет чтобы сидеть ложкой наяривать не первый и последний раз не понимаю я честно вот это пускай вегетарианцы сайбели всякие едят я не понимаю вот этот вкус я бы туда мясо положила в курочке в курочке какой-нибудь ну запах обалденный запах очень свежий похож на обычный салат может у них кокурцов нет поэтому они везде это адвокатов кидат не знаю но если вам хочется сегодня остренького делайте афир абрама плохого не посоветует ставьте лайки дизлайки комментируйте рассказывайте как вы делаете возможно у меня это еще постоит я погружным блендером все это превращу в массу но я еще подумаю пойду с собачкой погуляю подумаю над тем как мне это что мне с этим делать и учтите если у вас есть рамки на руках то есть перцем черри работайте перчатка очень жутко все чмаки чмаки в обе пчатки пищу пищу пойду на прогулку так и быть освежаться после такого хохохохохохохох не знаю они там жарко они все равно идут все такое жаркое покедово чмаки чмаки